Византийская империя Традиционно Византийская империя представляется как греческое государство. В Средневековье, на Западе, ее даже называли Греческой империей. Это определение не вполне справедливо для интересующего нас периода. Империя была населена десятками различных народов. Из них, конечно же, греки составляли значительный процент. Хотя говорить о большинстве, вероятно, не приходится. Собственно, греки составляли основу населения на юге Балканского полуострова, на Западе Малой Азии. И, кроме того, они составляли костяк городского населения в Сирии, Палестине, Египте и Киренайке. Греческий язык был из ранней Византийской империи языком культуры, философии, образования. Собственно, постепенно на протяжении 5-го, 6-го, 7-го столетия идет постепенное распространение греческого языка на систему государственного управления. Вот первым государственным чиновником высшего ранга, который начал издавать свои распоряжения на греческом, был знаменитый египетский поэт Кир Понаполитанский, который в 40-е годы 5-го столетия занял сразу две высшие должности в ранней Византийской империи. Он был префектом Востока и префектом Константинополя. Тем не менее, новообразования Кира не прижились. В дальнейшем на этот же путь встал один из виднейших министров императора Юстиниана Иоанн Капотокийский, но окончательно переход на греческий в качестве государственного языка утвердился только в 7-м веке. Второй важной частью населения ранней Византии были латиноязычные жители, то есть римляне или романоязычное латинизированное население. Ну, собственно, латиноязычных жителей можно было встретить на территории Далмации, там они составляли большинство, а также в придунайских провинциях. В принципе, латинский язык был в повседневной жизни гораздо меньше распространен. Образованному жителю Византийской империи, в общем-то, даже не нужно было изучать греческий, латинский. И так, например, знаменитый Софис IV века Лейбани, он почти кичился тем, что не знает этого варварского наречия. Кроме того, на Балканах сохранялись остатки автохтонного населения. Это прежде всего иллирийцы. Собственно, о том, что иллирийский язык был широко распространен, нам говорит сохранение до настоящего времена албанского языка, которое, судя по всему, является прямым наследником древнего иллирийского наречия. А также фракийцы. Фракийцев проживало в окрестностях столицы Константинополя довольно много, но о них, как о народе, со своим языком и культурой редко вспоминают в источниках. Однако есть интересная запись одного гальского пилигрима, паломника, посетившего Синайские монастыри в VI веке. Вот он упоминает, что в одном из монастырей разговаривают на греческом, на латинском, на копском, то есть на египетском, и на бесском. Бесы – это одно из крупнейших фракийских племен. Ну, и если монахи, происходящие из Фракии, разговаривают на этом языке, то, вероятно, и, собственно, фракийское население сохраняло свой родной язык. В Малой Азии, помимо греков, проживало довольно много армян. Помимо большого армянского населения, здесь также сохранялись автохтоны, галаты, переселившиеся сюда в III столетии до новой эры кельты, также сохранявшие свой язык. Вот Иероним Стридонский говорил на исходе IV века, что Галат, кельт, живущий в Малой Азии, с легкостью может понять своего сородича Галла, живущего на территории современной Франции. И это Исавры. Исаврия была гористым регионом, расположенным на юго-востоке Малой Азии, где сохранялся местный племенной строй, местные горцы жили кланами. Исаврия, начиная с III века, Исавры, по сути, не подчинялись римскому правительству и представляли из себя такой анклав, не подчиняющийся Константинополю, в самом центре, в самом сердце византийских владений в Малой Азии. Исаврийские разбойники на протяжении столетий беспокоили окрестных мирных поселенцев, разоряли города, и война с ними была настоящей головной болью для византийского правительства. На территории Сирии основным сельским населением были сирийцы. Причем, если на западе Сирии сирийцы – это в основном селяне, а вот горожане – это в основном греки, то чем ближе к Месопотамию, тем сильнее становился сирийский компонент непосредственно городского населения. Вот в таком крупном религиозном и культурном центре, как Эдесса, сирийцы составляли даже большинство местной аристократии. Интересно отметить, что сирийцы были одним из четырех народов, населявших империю, имевших свою письменность и довольно развитую литературу. Собственно, IV-VII века – это период расцвета сирийской литературы и деятельности таких блистательных поэтов, как, например, Ефрем Сирин. Южнее в Палестине сохранялась значительная часть иудейского населения, а также здесь проживали многочисленные самаритяне – этно-религиозная общность, по сути, сектанты внутри иудаизма. Основной частью населения римского Египта были египтяне, которых с IV века начинают звать коптами. Коптская общность во многом формируется на основе принятия египтянами христианства. По сути, это также, как и самаритяне – этно-религиозная общность. Вот в интересующем нас периоде, в IV веке, окончательно формируется коптская письменность, которая представляет собой развитие древнеегипетского языка, наложенного на греческий алфавит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok